Православные рыбаки называют его своим небесным покровителем. До призвания на христианское служение апостол Петр занимался рыбным промыслом и носил имя Симон. А после встречи с Христом стал одним из самых близких и ревностных его учеников. Апостолов Петра и Павла церковь называет первоверховными, как наиболее потрудившихся для вселенской проповеди христианства. Народное почитание апостола Петра было таково, что многие страждущие стремились прикоснуться хотя бы к его тени и получали исцеление по вере, которую он проповедовал. Ближайший и самый ревностный ученик Христа обладал такой силой убеждения, что после его выступления тысячи иудеев становились последователями евангельского учения. Если Петр проповедовал среди народа избранного, то Павел апостол язычников, хотя поначалу звался савлом и был гонителем христиан. Они показали миру пример покаяния, и хотя в жизни встречались всего дважды, на иконах их изображают вместе. В праздничный день в Самаре центральным местом торжеств стал старинный Петропавловский собор, в котором состоялась божественная литургия и крестный ход. Этот храм стал родным для многих поколений верующих. Старинный храм, что называется, намоленный. Еще наши прадеды и прабабушки сюда ходили молиться. А вот лично для меня этот храм вообще особый, потому что именно в этот храм я ходила совсем маленькой девочкой. Не только храмы целые города называют в честь святых апостолов, и один из главных, град Святого Петра, был столицей Российской империи. Мы всегда взираем на образ святых, которые прославили Господа и явили небесную красоту. Уже не я, но живет во мне Христос, говорил апостол Павел. Это как раз найти Христа в жизни и жить в том божественном измерении. На праздник Петра и Павла завершается пост, но в этот день по традиции принято готовить рыбный стол. А еще в народе говорили, Петр Павел жару прибавил, ожидая, что после праздника установится настоящая летняя погода, необходимая для проведения уборочной кампании. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События.